Приветствую вас уважаемые дамы и господа, на связи я Алексей, команда Юнио Продакшн. В мае 2022 года добавили нового несекретного персонажа Галло, Макс Заморозкой, довольно интересный персонаж. Итак, чтобы его разблокировать, вам нужно всего лишь создать бесконечный коридор, это кольцо, которое собирается из серебряного и золотого кольца максимального уровня, а также ланцета. Ну а для их открытия вам нужно конечно же открыть желтый знак, а как его получить я рассказывал вот в этом видео, ссылочка будет в описании. Его основное оружие это ланцет для заморозки, сам по себе он урона не наносит, однако с 12 арканой вне пределов луч заморозки начинает наносить урон. Давайте сразу пройдемся по плюсам персонажа, он начинает с бонусным уровнем, из-за чего вы можете выбрать дополнительное оружие, так как на начальной стадии игры одного ланцета вам будет не хватать. Каждые 5 левелов вы будете получать 10% количеству получаемого опыта, очень приятный бонус, особенно чтобы быстрее открыть все улучшения и не заморачиваться с прокачкой. Также основной плюс имеет большой бонус к скорости каста в 15%, а не как у всех в 5%. Такой же бонус только у леды, ну и небольшой бонус в виде 3 реролов и 3 пропусков. Начнем с аркан. Первый берем 12 аркану, чтобы уже ей начинать убивать мобов. Двигаемся по часовой стрелке, чтобы быть в безопасности и водить мобов так, чтобы лучи пробивали большую часть мобов. Вторым на 11 минуте берем 8 аркану зажигательный отрыв, каждые 2 минуты притягивает все с карты. Учитывая, что я не использую яйца, эта аркана позволяет собрать весь опыт и другие плюшки с карты, не бегая по полкилометра. Если же вам это не мешает, возьмите лучше 21 аркану астрономия крови, которая с ланцетом и магнитом будет наносить ауе урон. На 21 минуте я беру 20 аркану, тихое старое святилище, оно уменьшает кулдаун ланцета и повышает скорость полного оборота ланцета по кругу для активации бесконечного коридора. Но ее брать нужно только в том случае, если у вас есть заблокированное оружие. В данном случае я расскажу чуть позднее, почему я заблокировал 3 оружия и оставил еще дополнительно 3. Если вы не знали, то кольцо активируется так, как только лучи пройдут полный круг, так что чем быстрее случится, тем быстрее у мобу станет в 2 раза меньше жизни, я ее беру в финальные арканы на 21 минуте. Если не хотите, как я, бегать за кольцами и стрелочками, можете взять второй. С арканами разобрались, теперь оружие и пассивки. Сборку для новичка разбирать бессмысленно, ибо персонаж не начального уровня, поэтому подразумевает, что арканы есть и желтый знак вы уже забрали. Ну и понятное дело, что уже есть и кольца и красные стрелочки. В данном случае мы спокойно убиваем в конце смерть, поэтому первое. То, что у нас есть, это конечно же ланцет, который мы превращаем в бесконечный коридор. Второе, это лавр, который вы можете по желанию превратить в красный плащ, а можете этого и не делать. Третье, тут я бы предложил взять волшебный вантус, оно самонаводящееся, поэтому проблем быть не должно. Если у вас открыто блокирование оружия, то оставьте 3 из 6, вам этого хватит. Если нет, то можете взять на свой вкус предпочтительнее, взять чеснок, святую воду и рунтрейсера. По пассивкам. Первое, конечно же пустая книга, это высший приоритет, апгрейдит вантус до супервантузного пулемета. Второе, красное сердце, чтобы восстанавливать хп, ибо персонаж довольно хилый, если взяли чеснок, то превращаете его в пожиратель душ. Третье, броня. Дает отдачу, как урон, и уменьшает входящий урон на 5 единиц. Дает апгрейд рунтрейсера, если вы его взяли. В четвертом берете магнит, полезный для сбора опыта, улучшает святую воду, если вы ее конечно же взяли. Пятое мы берем корону для опыта, на шестом мы берем золотой слиток, который мы баним на 9 левеле, чтобы не получать лишнее проклятие. Геймплей очень простой, убиваем мобов, получаем первые левелы, если не выпало с первых роллов дополнительное оружие, перезаходим, ибо дальше будет страдание. До 11 минуты вы должны получить 8 левел вантуза и от 1 до 5 левела книги. У нее прокачка приоритет. Если на 11 минуте вы взяли 8 аркану, то спокойно собираем кольца, стрелочки и получаем апгрейд кольца, а уже потом апгрейд красного плаща. Если не взяли 8 аркану, ну вперед бегите все подбирайте, минимум вы должны взять кольца, максимум забрать все. Не пытайтесь убить сразу стражей, просто кайтите их и они сами умрут через какое-то время. До 21 минуты по сути вы можете уже на месте стоять и заниматься своими делами. Если вы поставили галочку преодоление лимита, то выставляете прокачку автоматом. Если не ставили, то можете поставить получение мешков с деньгами, далее получаем последнюю аркану на 21 минуте, кукуем до 30 минуты, выходит смерть и умирает секунд за 15. Вот собственно вся игра. Персонаж простой, не требует каких-то супер-пупер умений, в начале будет немного запарно, но потом привыкните. Ну а на этом наши дорогие друзья, все, с вами был я Алексей и команда Юниор Продакшн. Не забывайте подписываться на канал, конечно же ставить ваши лайки, писать ваши комментарии, мы все читаем. Если что, все ссылочки будут в описании к видео. Так что всем удачи, пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok